Ну а из Мексики высылают россиян, задержанных в аэропорту Канкуна. Семеро уже депортировано, еще троих отправят на родину в ближайшие часы. Всех их задержали сотрудники миграционных служб и не без причины. Посольство России в Мехико получило объяснение, якобы трое задержанных не могли подтвердить статус туриста. Возможно, не было брони отеля или же обратных билетов. Еще троим был запрещен въезд в Мексику, они находятся в черном списке. Ну и еще четверо, эта миграционная служба Мексики заподозрила в подделке российских паспортов, потому что они прилетели из Узбекистана. Ну а мы следим за этой историей, подробности обязательно вам по мере поступления будем рассказывать. Друзья, всем привет. Не так давно говорили о том, что граждан Узбекистана задержали в Шереметьево. Там еще были случаи в Турции с фальшивными паспортами. Сегодня уже официально можно посмотреть прямо на главной странице Яндекса о том, что 14 человек за последние два дня не пустили в Мексику. Это граждане Российской Федерации, из которых половина с российскими паспортами. Причем выявили фальшивые паспорта граждан Узбекистана, фальшивые российские паспорта, их арестовали, отправили в Россию и в России их уже встретили ФСБ и органы внутренних дел. Ребят, это к вопросу о том, что люди готовы идти на все, чтобы въехать в Мексику, чтобы оказаться в Соединенных Штатах. Порой просто делают необдуманные поступки, которые могут повлечь за собой в том числе и реальные сроки. У нас на YouTube-канале даже комментировал адвокат из Интерпола, который рассказывал о том, что может быть с гражданами за использование фальшивых паспортов. Аресты начались, будьте бдительны, не теряйте голову и въезжайте официально, легально, рассматривайте варианты въезда исключительно легальным способом. Новость можно посмотреть сразу же под этим видео, есть ссылочка на официальный источник, здесь же как раз будет указано полностью детали того, почему не пустили в Мексику, в Канкун. И здесь же идет речь о четырех гражданах, которые прилетели на последний рейс из Узбекистана с ненастоящими российскими паспортами.